Да, добрый день, приветствую. Владимир, вы много сейчас, в том числе и в новом времени, комментируете переговорные процессы, какие могут быть шаги со стороны украинской дипломатии, что приемлемо, что нет. Хотел бы об этом поговорить, но для начала, ваше первое впечатление о том, что сейчас происходит в Брюсселе. Какие вы сигналы слышите и что мы можем ожидать? Я смотрел практически в прямом эфире через канал «Настоящее время» пресс-конференцию Столтенберга по первым итогам саммита НАТО. Что для меня наиболее важное прозвучало? Во-первых, Россия рассматривается как долговременная угроза. Подчеркиваю слово «долговременная». У нас по-разному оценивают перспективы войны. Я скажу, возможно, непопулярную мысль, но есть разные варианты, разные сценарии. Но один из возможных сценариев – затягивание войны. Это также надо принимать во внимание. И в НАТО, судя по всему, этот сценарий рассматривают. Второй важный момент, исходящий из этого прогноза оценки. Дело в том, что в НАТО собираются увеличивать расходы на оборону. Это абсолютно правильное решение. НАТО восстанавливается как не просто уже политический альянс, а как оборонный альянс. И нам надо сейчас работать над тем, чтобы значительная часть этих оборонных расходов, ну как минимум фиксированная часть, о чем, кстати, сказал президент Зеленский в своем обращении к НАТО. Он говорил о конкретных видах вооружений. А я скорее вот о расходах на оборону. Так вот, нам нужен новый ленд-лиз, новая программа ленд-лиза, если провести аналогию со Второй мировой войной. Чтобы вот эти оборонные расходы стран НАТО в значительной мере шли на поддержку обороны Украины. Потому что Украина сейчас передовой рубеж НАТО. Мы не член альянса, но мы защищаем свободный мир от российской угрозы. Если бы Украина не выстояла, Путин пошел бы дальше, в том числе иностранных НАТО. И с этой точки зрения, как раз, я думаю, что необходимо думать на перспективу. В НАТО сейчас готовы нам помогать, помогать больше. Это тоже важный сигнал саммита. Но надо поставить это на системную и стратегическую основу. Вот новый ленд-лиз. Это и экономический, и военный механизм поддержки украинской обороны. Еще один важный сигнал, и очень такой, конечно же, тревожный. Это риски бактериологической, химической и, возможно, даже атомной атаки на Украину. В НАТО это всерьез рассматривают. Судя по всему, по публикациям в СМИ с подачей американцев это правильно. Надо быть готовым к разным сценариям. И то, что НАТО готово помогать Украине в этом плане, это тоже правильно. Другое дело, что как помощь в этом направлении, так и в целом характер помощи Украины особенно не раскрывается. И, в принципе, это тоже правильно. Но, боюсь, что пока что помощь НАТО для нас недостаточно. Нам ее надо систематизировать и направить на главные приоритеты. Это противоракетная, противовоздушная оборона и ряд других направлений, которые позволят нам преодолеть, компенсировать дисбаланс в соотношении с российскими силами. И в то же время, чтобы мы постепенно могли переходить от обороны к контрнаступлению. Вы сказали, просто буквально коротко проясните, что значит затягивание войны так обсуждается в НАТО. То есть вы имеете в виду какая-то мотивация ослабить Россию путем затягивания войны? Потому что мы уже слышали сигналы из Вашингтона. Некоторые американские журналисты пишут, что этим может являться стратегия Байдена. Что вы имели в виду? Нет, я имел в виду не это. Я имел в виду то, что прозвучало. Угроза войны со стороны России носит долговременный характер. Что это означает? Один из вариантов затягивания войны не потому, что этого хочет США. Мы же видим, к такой стратегии, судя по всему, по косвенным признакам, переходит Россия. Они понимают, что они не могут уничтожить Украину на поле боя. Не могут пока взять Киев. Им нужно время на перегруппировку, на концентрацию новых ресурсов и сил. Я думаю, скорее всего, будет новая атака на Киев и не только. И будет попытка все-таки постепенно, шаг за шагом, оккупировать часть территории Украины. Удастся ли или нет, это вопрос открытый. Украина показала, что умеет защищаться. Но у нас ограничены ресурсы. Для того, чтобы не только защитить Киев, не только не позволить дальше продвинуться российским войскам, но защитить Харьков, не дать захватить Николаев, Одессу, освободить Херсон, север Киевской, Черниговской области, Сумской области, чтобы мы могли перейти в атаку, нам необходимо оружие. Оружие, системные поставки оружия. Если этого не будет, война будет затягиваться. То, что НАТО не хочет напрямую вступать в конфликт с Россией, это очевидно, и нынешний саммит это тоже подтвердил. Тут нет, что комментировать. А вот помогать Украине надо. Второй важный момент. Я сказал, что война может затянуться по объективным причинам. Но тут еще одна проблема есть, связанная с тем, что не только Путин может затягивать войну, хотя риск есть и для них. Это может просто быть следствием паритета определенного, военного паритета, действий под санкциями и так далее. Поэтому в НАТО рассматривают еще один важный сценарий. Если не удастся победить Путина, это вряд ли возможно быстро. Вот тут надо быть реалистами. Я сейчас скажу, может быть, непопулярную мысль, потому что у нас тоже уже сейчас много таких настроений. Война до победного конца, надо переходить в наступление. Чтобы переходить в наступление нужны ресурсы. И необходимо преобладание в силах и ресурсах. Этого пока нет, к сожалению. Так вот, поэтому может возникнуть ситуация, когда так или иначе может рассматриваться то или иное мирное соглашение, например, о перемирии. И это не даст нам всех необходимых результатов. К сожалению, это не снимает рисков новой войны, как это было и с Минскими соглашениями. Но это может дать определенную передышку. И в НАТО не рассматривают, в отличие от многих наших аналитиков и политиков, что вот-вот и все, Путин будет побежден, Россия будет развалена. Они исходят из того, что даже если Россия проиграет, даже если она вынуждена будет уйти, если не со всей той части территории Украины, то все равно угроза путинской России сохраняется. Пока Путин будет при власти, угрозы сохраняются. Поэтому в НАТО рассчитывают разные сценарии. Они не исходят из какого-то одного сценария, который был бы наиболее оптимистичным. Не вопрос уже по поводу, я начал с него и отложил напоследок, по поводу перспектив мирных переговоров о перемирии или о мире. Скорее всего говорят о перемирии, о временном. Что может быть приемлемым? Какая конфигурация может быть приемлема для украинской стороны? В том числе по части членства НАТО. Или вообще это все не более чем дымовая завеса для русских, которые по сути используют, как говорят многие, эти переговорные процессы с тем, чтобы затянуть процесс, с тем, чтобы завуалировать какие-то свои следующие шаги? Нет, я не буду играться в конспирологию. Я не думаю, что сознательно кто-то затягивает переговорный процесс, чтобы что-то там завуалировать, нет. Надо быть реалистом. В переговорном процессе у России и Украины прямо противоположные цели. Россия с самого начала рассматривала переговоры с Украиной как площадку, где можно было бы узаконить, формализовать капитуляцию Украины перед Россией. Это не происходит. И я думаю, что не произойдет. Не пойдет украинское руководство на капитуляцию, мы это уже видим. Даже в самый тяжелый период войны, в первые дни войны этого не произошло. Поэтому я вот эти все, извините, дурацкие представления, теории, подозрения о зраде, которые сейчас опять возобновились, о предательстве, я их отбрасываю. Мы видим, как героически сражается не только украинская армия. Украинское руководство осталось в Киеве и демонстрирует, что оно не готово, не хочет сдаваться, оно будет бороться за Украину. Точно так же, как и украинский народ. Поэтому об этом речь не идет. Но Россия хочет добиться от Украины некой сдачи. Сейчас уже не безоговорочные. Они хотят оформить свою победу, чтобы выжить от Украины максимум уступок. Украина же преследует совершенно другие цели. Цели какие? Прекращение войны, воведение российских войск с нашей территории. Да, тут можно обсуждать с территории, которую контролировала Украина до 24 февраля, или включая Крым и Донбасс. Кулеба сказал, включая Крым и Донбасс. Это цель максимум. Но будем реалистами, опять-таки, всякое может быть. Поэтому, если, например, в перспективе будет обсуждаться вариант перемирия, то как это было с минскими соглашениями, то может быть зафиксирована некая линия фронта, хотя ее сейчас существует только на Донбассе, очень условно. Ну и тоже очень не оформлена по отдельным регионам Украины. На самом деле Россия оккупировала не так много после 24 февраля. Поэтому тут очень условно можно оценивать, где может быть... Алло? Да-да-да, мы слышим, слышим. Есть связь, да? Да-да-да. Да-да-да, так вот я сейчас закончу. Но я не ожидаю какого-то быстрого соглашения. Не важно о чем, о перемирии, тем более о мире. Я вообще не вижу предпосылок для соглашения, какого-то системного соглашения о мире между Украиной и Россией. Я не вижу предпосылок. Главное препятствие на пути к миру и к окончанию... ...тем, который начинал эту войну, исходя из иррациональных соображений. Потому что эта война губительна не только для Украины. Она потенциально катастрофична для России и для самого Путина. Но он на нее пошел. Из-за неадекватного понимания ситуации в Украине и вокруг Украины, представления о действиях Запада. И в итоге эта война идет не так, как замышлял Путин. Но он не может и не хочет пойти на попятнами. И вот это главная проблема. Он не готов... Я не говорю про остальных переговорщиков, которые играют сугубо формальную роль. Но вот сам Путин, он не готов к каким-то рациональным компромиссам. На мой взгляд, вот если о них говорить, об этих компромиссах, я скажу, может быть, непопулярную мысль. Что касается темы НАТО. Ну, это была бы самая мягкая жертва с украинской стороны. Если бы речь шла только об этом. Вот если выбирать из набора меню на переговорном столе, на что мы можем пойти, на какие жертвы, я скажу свою субъективную позицию. Самое простое, самое меньшее, на что мы можем согласиться, это отказ от перспективы членства в НАТО. Потому что мы уже увидели слабости НАТО за этот месяц, к сожалению. Именно как альянса, где консенсусно принимаются решения, где одна страна, типа Венгрии, может заблокировать любое решение. И что это нам дает? Главная гарантия для нас, гарантия безопасности, это наша армия. Поэтому мы не можем соглашаться на демилитаризацию. На ограничения, например, оборонных, не оборонных, а ограничения наступательных вооружений. Вот это мы можем обсуждать. Но ограничения с двух сторон. Чтобы эти были не менее жесткие ограничения для России. И чтобы оборонное вооружение, например, система ПВО, противоракетная оборона, у Украины была достаточно мощная, и никаких ограничений здесь не было. Это как пример. По признанию Крыма российским, по так называемым ДНР и ЛНР, никаких уступок. Это вот я очень коротко очертил примерные позиции на переговорах, которые могут быть. По НАТО я не вижу особой проблемы. Но в том-то и проблема, что не НАТО, а Путин. Путин с его сумасшедшими иррациональными антиукраинскими агрессивными комплексами. Вот это главное препятствие на пути переговоров. Поэтому я пока скептически воспринимаю перспективу какого-то соглашения. На данный момент... Разделяю с вами ваш скептицизм, Владимир. Очевидно, что не НАТО. НАТО это как раз и есть дымовая завеса с самого начала. Путин объявил русских и украинцев одним народом. Соответственно, ведет войну за освобождение части русского народа от неких завоевателей. Это имперская неуколонияная война. Питер, извините, что перебиваю. Но слушайте, если это братский народ, что же он убивает, этот братский народ? Он разрушает свой собственный мир. Это суицид, по сути. И, кстати, в его собственном понимании это суицид, конечно. Русскоязычные люди в Харкове, в Одессе, в Мариуполе поняли, что главный враг это Путин. Вот в чем проблема. Не просто Путин, а вся Россия. То есть Путин навсегда убил русского в Украине, как это уже констатируется многими. Владимир, спасибо большое. Коротко, но исчерплюще, как всегда. Очень надеюсь, что будете и впредь присоединяться к нам в наших эфирах. Друзья, Владимир Фасенко был с нами. Спасибо, Владимир.